Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемый Президиум. Разрешите представить вам доклад «Кожная токсичность как побочный эффект при использовании цитостатиков и таргетных препаратов. Меры профилактики и их коррекции». На сегодняшний день вариантов таргетной терапии существует большое количество. Это и ингибиторы GFR, ингибиторы KIT, антиангиенные агенты, ингибиторы MEG, ингибиторы HHOK, анти-PD-1, анти-PD-L1. Соответственно, и побочных кожных реакций со стороны кожных покровов будет большое количество. Вот некоторые из них характерны для части видов противоопухолевой терапии. Здесь указаны симптомы со стороны кожных покровов. Это сыпло, адонно-подошвенный синдром, адонно-подошвенная кожная реакция, нарушение пигментации, фоточувствительность, поражение ногтей, слизистых оболочек и волос. Это только часть вариантов кожной токсичности, которая может развиваться. На данном слайде представлены препараты группы цитостатиков и таргетных препаратов. Среди таргетных препаратов преимущественно это ингибиторы теразинкиназы и моноклональные антитела, ингибиторы EGFR. Частота дерматологической токсичности вызвана ингибированием EGFR выше, чем при стандартной химиотерапии. Как же влияет блокада рецепторов эпидермального фактора роста на физиологию кожи? Ингибирование EGFR в базальных керотиноцитах приводит к подавлению роста клеток, преждевременной пролиферации, лейкоцитарной инфильтрации, выбросу ферментов, поврежающих ткани и вызывающих апоптос керотиноцитов, приводящих к гибели клеток, уменьшение толщины эпидермиса, истончение рогового слоя и патологической дифференциации клеток, также риску инфицирования. Патогенетические аспекты. Эпидермальный фактор роста в норме экспрессируется в клетках фолликулярного эпителия, керотиноцитах, потовых и сальных железах, капиллярах дермы. Блокада EGFR приводит к повышенной экспрессии регулятора роста, что ведет к нарушению пролиферации керотиноцитов, в том числе эпителия сального лосяного аппарата. На фоне введения ряда таргетных препаратов возникает повышенная секрета ряда провоспалительных цитокинов. К настоящему моменту описано более 30 различных вариантов кожной токсичности. На всех, конечно, не удастся сегодня остановиться, будет только часть из них. Это папулопустулезная или акнефорная сыпь, ксироз кожи, ладонно-подошвенная кожная реакция, кожный зуб, пятнисто-популезные высыпания, различные изменения волос и ногтей, фотореакция и новообразование кожи. Для оценки степени тяжести кожной токсичности предложены следующие критерии. Это площадь поражения кожных покровов и слизистых, выраженность субъективных ощущений у пациента, нарушение повседневной жизнедеятельности пациента и объективное ухудшение клинической картины со стороны кожного процесса. На данном слайде представлены виды дерматологических реакций и сроки их возникновения в зависимости от препаратов. Для ингибиторов ВГФР характерна папулопустулезная сироз и трещины, ладонно-подошвенная кожная реакция, тогда как для химии препаратов это будут изменения ногтей, аллопеция и ладонно-подошвенный кожный синдром. Развитие кожной реакции связано с более эффективным ответом на ИГФР и МТОР-блокаду и улучшением выживаемости. Перейдем к видам кожной токсичности. Первое – это папулопустулезная сыпь или акнеформная, акноподобная сыпь. Токсичность относится к акнеформным дерматозам, что же происходит в коже при возникновении такой кожной токсичности. Это и задержка роста и дифференцировки волосяного фолликула в результате терапии, механическое разрушение волосяного фолликула и, как следствие, гиперкератоз и закупорка фолликула, хемотоксические реакции и инфильтрация полиморфно-ядерными лейкоцитами, присоединение, как следствие, вторичной инфекции. Папулопустулезная сыпь следует, конечно, отличать от акне. В клинической практике это сделать, наверное, непросто, но основным критерием в данном случае – это будет отсутствие открытых или закрытых комедонов, что характерно для истинного дерматоза акне. Что характерно для клинической картины? Начало акноподобной сыпи – это первая-вторая неделя от начала терапии. Пик высыпаний приходится на четвертую-шестую неделю. Характерна цикличность появления высыпаний и дозозависимость. Также состояние кожи ухудшается после инсоляции. Пациенты определяют жалобы на болезненность и зуд в области высыпания. Преимущественно локализованы такие высыпания в себорейных зонах. Это грудь, спина, кожа лица, волосистая часть головы. Характеризуются такие высыпания тем, что это мелкие фолликулярные воспалительные папулы ярко-красного цвета. Это фолликулярные пустулы, папулопустулы на отечном, бывает на отечном и дерматозном фоне. Существует тяжесть папулопустулезной или акнеформной сыпи. Здесь важно обратить внимание на степени поражения, то есть на площадь поражения. Первая степень – это поражение менее 10% площади поверхности тела, вторая – 10% – 30% и третья – более 30%. Что же нужно делать в качестве профилактики и лечения? Цель – это предотвратить уменьшение дозы препарата или отмены, профилактировать развитие воспалений и инфицирования, нарушение целостности кожного барьера. В качестве профилактики, что мы предлагаем для всех пациентов? Использование солнцезащитных средств. Рекомендовано информировать пациентов о том, чтобы они ограничивали пребывание на солнце, носили головные уборы, избегали травмы и контакта с агрессивными реагентами. По возможности исключили макияж или обрезной маникюр. Ограничили водные процедуры и обязательное лечение сопутствующих заболеваний кожи. Также предлагается всем пациентам делать исследования на золотистый стажилокок. И для пациентов группы риска. Кто же относится к этой группе? Это те пациенты, у которых акнеэформная сыпь уже была. Пациенты, которые принимают поднятому макс, токсимап, позапониб. Пациенты, которые получают комбинированную химиолучевую терапию. И те пациенты, у которых отсутствует возможность регулярного наблюдения дерматолога. Таким пациентам рекомендовано профилактическое лечение доксциклином в дозе 100 мг в день. Для первой степени кожной токсичности акноподобной сыпи мы рекомендуем назначать топический клиндомицин, метронидозол, антибактериальные мыла и топический клюкокортикостероиды, средние и сильные, 1-2 раза в неделю. Для пациентов с преимущественным поражением кожи лица рассматривается вопрос о назначении доксциклина в дозе 100 мг в день и возможность использования топический клюкокортикостероидов 1-2 раза в неделю. На фоне этого продолжаем лечение таргетным препаратом в стандартной дозе и динамическое наблюдение. Вторая степень – усиление фотопротекции для пациентов, также топические клиндомицин и метронидозол, топические клюкокортикостероиды уже назначаем 1 раз в сутки на неделю и доксциклин 100 мг в день. Для пациентов с преимущественным поражением кожи лица предлагается делать скрининг на суперинфекцию золотистого стафилококка. При подозрении на инфекцию берется материал на посев и, соответственно, уже назначается лечение. При этом продолжаем терапию доксциклином 100 мг в день в соответствии с чувствительностью микроорганизмов. Также идет продолжение лечения таргетными препаратами в стандартной дозе и динамическое наблюдение. Данная таблица такая сводная по степеням и назначению топических препаратов. В третьей степени здесь будет так же, как и во второй, все то же самое по наружному лечению, плюс дополнительно оральные глюкокортикостероиды в дозе 10-30 мг. Четвертая степень требует лечения в условиях стационара. Ксироз – еще один вид кожной токсичности. Возникают у третьих пациентов, получающих терапию. Что же происходит в коже при таком состоянии? Нарушение дифференцировки кератиноцитовой функции сальных желез, изменение кожных барьеров, соответственно, трансэпидермальная потеря воды. Отсюда вытекают последствия шелушения, сухости, стончения кожи, трещины и, как следствие, вторичные инфекции. Так вот выглядит кожа. Что мы можем предложить для лечения? Это ежедневное нанесение насыщенных смягчающих эмульсий, кремов по типу вода в масле, с содержанием 50% мочевины. При присоединении вторичной инфекции наружные средства с антибактериальными препаратами. При экзематизации – топические глюкокортикостероиды в форме крема. Также можно назначать антигистаминные препараты, если пациент жалуется на зуд. Ладонно-подошвенная кожная реакция – еще один вид кожной токсичности, который следует отличать от ладонно-подошвенного синдрома. Сроки возникновения такой реакции – от 2 до 6 недель, от начала терапии. Клиническая картина характеризуется четкими границами, которые представлены отечные эритемы, болезненными пузырями с тонкой покрышкой и серьезным содержимым. При вскрытии пузырей формируется болезненная эрозия на эритоматозном фоне. Также выделяют степени тяжести. При первой степени это будет умеренная эритема, отек, шелушение, которые не будут влиять на повседневную жизнедеятельность пациента. При второй степени уже будет снижаться физическая активность, но не ограничивается. Также появятся мелкие пузыри или эрозии. При третьей степени уже будут эрозивные язвенные дефекты, отек, мешающий ходьбе и повседневные дефекты. В повседневной деятельности пациента пациент не может носить обычную одежду и обувь. При четвертой степени уже диффузные или локальные инфекционные осложнения, приводящие к постельному режиму или госпитализации. Профилактически назначаем пациентам перед началом лечения аппаратный педикюр, ежедневное нанесение смягчающих средств с мочевиной. Также обратить внимание на элементы трения и повышенной температуры. Избегать этих моментов. Для лечения используются мягкие моющие средства, синдеты, увлажняющие средства, влажно-высыхающие повязки с раствором хлоргексидина биглюконата и 2% раствором борной кислоты. Также топический глюк кортикостероидом. Пятнистопопулезная осыпь или макулопопулезная кореподобная осыпь еще ее называют. Развивается по типу токсикодермии и проявляется распространенным пятнистопопулезными высыпаниями. Преимышленно локализуется на коже туловище, конечностях и волосистой части головы. Процесс носит распространенный характер. Как правило, эти элементы располагаются симметрично. Высыпания могут представлены быть отечными пятнами, а также папулами и бляшками. Есть варианты пятнистопопулезной сыпи. Это псориазиформный вариант или ихноподобная форма. Для псориазиформного варианта характерно мелкопластинчатое шелушение на поверхности папулы бляшек. Высыпания могут напоминать по своей клинической картине розовый лишай или ихноподобная форма. Это мелкие блестящие папулы в области корпуса и конечностей, напоминающие таковые при красном плоском лишая. Возможно поражение слизистых оболочек. Вот пример пациента с пятнистопопулезной сыпи по типу ихноподобную варианту. Изменение ногтей и околоногтевого валика. В данном случае это паронихия. Воспаление ногтевого валика воспалительного генеза. Начинается такой кожный процесс в первой-третьей месяце от начала лечения. Начинается он с покраснения околоногтевого валика. Когда исчезает и панихия или кутикула, при надавливании может появиться гнойное отделяемое. Также имеется в своей степени тяжести. Их три. Такие вот есть клинические примеры. Для лечения мы предлагаем при первой степени наружную терапию с топическими антибиотиками. Это фузидиевая кислота, ноамициносульфат, клиндомицин, эритромицин. И влажно-высыхающие повязки с раствором хлоргексидин. При второй степени уже могут быть системные антибактериальные препараты, доксициклин или фторхиналоны. И системные азолы в зависимости от результатов микробиологического исследования. При третьей степени нам уже необходима консультация хирурга. Вот такой пациент находился на лечении. Наружно был предложен базовый уход за кожей, крем с мочевиной, ванночки с борной кислотой 3-4 раза в неделю. И наружно клабитозол в форме мази. Получал такую терапию пациент в течение полутора месяцев. Клинические были, было улучшение. Конечно, кожный процесс окончательно не разрешился, но жалобы стали значительно меньше. И пациентка с акноподобной сыпью. Назначен был базовый уход такой пациентки. И комбинированный препарат, в составе которого бетаметазон и фузидовая кислота 2 раза в сутки на неделю. И в дальнейшем токролимус на 6 недель, потому что пациентка предъявила жалобы на зуд. Что дерматологи предлагают для базового ухода за кожей? Прежде всего, это бережное очищение для всех пациентов. Рассказывать о том, что использование необходимых различных детергентов. А неонных, катионных, амфотерных и неонных. В свою очередь, неоны профилактируют трансдермальную потерю воды. И также на сегодняшний день возможно очищение кожи без воды. Это мицеллярные растворы. И обязательно адекватное улажнение. Здесь обязательно стоит проговаривать, что есть разные средства. Те средства, которые являются прямым улажнением, это хумитанты, вещества, которые образуют пленку на поверхности кожи, жирные кремы и эмульсии. И кератолитические средства, о которых было сказано, в состав которых входит мочевина. Вот такой арсенал средств для базового ухода за кожей обладают сегодня дерматологи. На каждом приеме мы можем пациенту подробно рассказать, какие из этих средств он может использовать, когда, в каком объеме. Подводя итоги, что хочется сказать. Что проявления кожной токсичности при химиотерапии разнообразны. В курации таких пациентов необходим междисциплинарный подход. Это взаимодействие онколога и дерматолога. Меры профилактики и своевременная диагностика и адекватная терапия могут предупреждать развитие более тяжелых форм токсичности и, что самое главное, продолжать лечение опухоли. Пациенты требуют длительного и постоянного наблюдения дерматолога с целью управления кожной токсичностью. Вот такая методичка была выпущена. У нас первое издание, планируется уже следующее издание. Мы готовы к сотрудничеству, вашим предложениям. Пожалуйста, электронная почта, телефоны колл-центра. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Ольга Ивановна. Не уходите, пожалуйста. Может быть, у аудитории будут вопросы какие-то к Ольге Ивановне. Вот, пожалуйста. Если можно, только в микрофон, потому что запись идет, чтобы у нас все слышали. Сейчас вам дадут микрофон. Спасибо, Ольга Ивановна. Спасибо за доклад. Очень интересно. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы в начале доклада приводили классификацию Королевой по кожной токсичности, по степеням тяжести. А чем она отличается от классификации NCI, CTC, которая уже давно существует в международных рекомендациях? Это наша отечественная разработка или как? И второй вопрос по поводу мониторинга на стафилококк. Не совсем понятно, если вы доксициклин даете в профилактику и в лечение кожной токсичности, смысл какой постоянно сеять на стафилококк? Спасибо. Спасибо за вопрос. По поводу таблицы. На самом деле принципиально она никак не отличается от того, что используем и предложено было давно, поэтому это просто в данной презентации я решила воспользоваться именно вот этой классификацией. Но принципиально там никаких различий больших не будет. По поводу второго вопроса, все-таки посев на золотистый стафилококк актуально делать тем пациентам, которые начинают лечение кожной токсичности перед этим. Ну и в дальнейшем, все-таки, несмотря на то, что они могут получать пациенты антибактериальные препараты, все равно такая инфекция имеет место быть. И сеять золотистый стафилококк необходимо из носа и зева. В данном случае это такая, кажется... Коллеги, давайте мы представляться будем. Я так понимаю, что в зале сидят и онкологи, и дерматологи, чтобы мы понимали, от кого исходит вопрос и кому отвечать. И если можно, я немножко прокомментирую. Те, кто не знают, я онколог. И мы на самом деле... Ольга Ивановна, она онколог и дерматолог одновременно. И когда она у нас появилась, она вообще появилась с идеей поглубже узнать предопухолевое заболевание, чтобы научиться отличать меланомы от нормальных невусов. Мы в нее вцепились и говорим, мы эту дерматологию не знаем, а вот эти осложнения мы знаем, имеем, получаем и не знаем, что с ними делать. И когда года два или три назад мы впервые... Я выступала о наших проблемах дерматологических перед дерматологами, то я помню, как Анна Александровна тоже с круглыми глазами говорит, а мы не знаем ваших проблем. Поэтому это на самом деле вот эта работа, которая так на стыке дерматологии и онкологии. Мы очень сильно разделились. Мы стали онкологами, хирургами, стоматологами, педиатрами. Но мы имеем дело с живым организмом. Это во-первых. Во-вторых, у нас сейчас действительно шквал вот этих новых препаратов, которых мы не знали, мы не ожидали таких осложнений. И действительно очень часто доктора выступают, которые представляют нам новые препараты, и говорят о том, что... И мы знаем, мы тоже много лет отработали, работаем в этих клинических исследованиях, туда идет немножко другая группа пациентов, хорошо отобранная, не так долго наблюдаются. Мы имеем осложнение уже потом, тогда, когда эти препараты появляются в рутинной практике. И еще один момент, почему мы начали поднимать эту тему. Работая в федеральном учреждении, мы видим пациентов со всей страны, из ближнего зарубежья. И очень обидно, когда я, например, прилетаю в Магадан, там на какую-то конференцию тебе параллельно показывают пациентку, я ее консультирую, назначаю лечение, она ко мне через несколько месяцев возвращается, получив хороший эффект на лечении и минимальные осложнения на этом лечении, лечение ей прекратили, противоопухолево испугались вот этих вот осложнений. А пациентка приезжает ко мне через несколько месяцев, и я уже как онколог сделать ничего не могу. Очень обидно, когда мы получаем ригарафиниб, это кишка. Мы уже не имели, уже там в третьей линии химиотерапии очень долго, мы не знали, что делать с кишкой, меняли там фтурурацил на фтурафур. А сейчас, когда мы получили новые препараты, дает рекомендации, и по КСГ ведь эти все дорогие препараты вошли. Мы имеем право и должны ими пользоваться. И тогда, когда пациенту на сонетинибе, на ригарафинибе через месяц вдруг отменяют это лечение, имея минимальные проявления, очень обидно все. А я как онколог больше ничего с пациентом делать не могу. Поэтому мы призываем объединиться, мы призываем онкологов не бояться этих осложнений, а дерматологов помочь нам. Вот об этом. Вот. И еще один момент. Очень я, как эксперт, я проверяю истории болезни. Знаете, я в ужас прихожу, когда вижу рекомендации пациенту при появлении трещин на руках отменять лечение. Это преступление. Поэтому мы поэтому стали говорить на эту тему, приглашать дерматологов и сами приходить к ним. Поэтому я предлагаю продолжить. И когда встаете, пожалуйста, представляйтесь хотя бы кто вы, онколог или дерматолог, чтобы мы говорили на одном языке. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Если позволите, буквально одну минуту я тоже прокомментирую вопрос, потому что вопрос действительно на пике по поводу назначения доксициклина при акнеиформной сыпи. Дело в том, что сейчас очень много исследований проводится, публикации много международных о том, что наличие золотистого стафилокока, его нагрузка является предиктором тяжести вот этого акнеиформной сыпи. Третье, четвертое. Четвертое, иногда третье степени акнеиформной сыпи является поводом для отмены препарата, то, о чем сейчас вот сказали наши коллеги-онкологи, и поэтому мы хотим избежать этот момент. Доксициклин как препарат, он обладает антимикробной активностью, но надо не забывать, что доксициклин обладает иммуномодулирующей активностью, что сейчас активно используется дерматологами при лечении этих препаратов, например, таких заболеваний, как розация. Он в клинических рекомендациях. И при розации, как мы помним, там о микробное воспаление. То есть мы там лечим не микроб, не дай бог там не того демодекса, про который все слышали, а именно используем его как иммуномодулирующий препарат. Поэтому здесь вот такое вот двойное действие. Проведены исследования, где пациенты лечились так и так, хороший имеется эффект, дискутируется вопрос назначения витамина К этим пациентам. В общем, действительно, сейчас такой большой идет бум нахождения алгоритма, нахождения подхода, нахождения предикторов у данных пациентов. Поэтому это, я думаю, что еще будет не раз произнесено, и эти рекомендации будут собраны и, в общем-то, представлены еще и еще. Да. Ну вот еще Елена Владимировна хотела бы задать вопрос. Ольга Ивановна, хотела поблагодарить вас за доклад. Очень интересно, актуально. Но у меня такой практический вопрос. Все-таки это дифференциальная диагностика? И подтверждаете ли вы биопсии? Требуется ли это? Или это только клинический диагноз? Чаще всего. Ладонно-подошвенный синдром особенно, да? Да. Спасибо за вопрос. Я уже ответила. Говорю, чаще всего это, конечно, клинический диагноз, основываясь на данных кожных высыпаний. И второй мой вопрос. Это длительность назначения доксициклина. Все-таки это антибактериальные дозировки, не 50-40 мг, а 100 мг сотки. Как длительно вы его назначаете? Как рекомендуете? Здесь вопрос все-таки дискутабельный по поводу длительности назначения. И он решается совместно с онкологами. Но в данном случае препарат доксициклин, который мы назначаем длительно, он является не только антибактериальным, но и при длительном назначении является, как сказала Анна Александровна, иммуномодулирующим препаратом. Ну, то есть это несколько недель, да? Это может быть даже и не только несколько недель, но и более месяца, и столько, сколько нужно. 100 мг, я отняла. Спасибо. 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 Спасибо.